Продолжение следует... Федор выходит из повиновения. Он продает свой старенький «Жигуль» и отправляется в далекий Китай. Там он становится жертвой мошенника и остается без денег. Оказавшись в горном Уданьшане, Федор знакомится с мастером Лиданю, который потрясает его своими сверхъестественными способностями, но отказывается обучать Федора. Тогда Федя возвращается в Россию, опаздывает на последний автобус и случайно знакомится с симпатичной китаянкой по имени Е-Юй, которая приглашает Федора к себе домой переночевать. В это время мастера кунг-фу Лиданю русские бандиты обманом заманивают в Москву, где он похищает для них из Пушкинского музея рукопись Тургенева. В ней, по мнению историка Неймана, зашифровано место, где спрятаны фамильные сокровища рода Тургеневых. Поняв, что его обманули, Лиданю отказывается отдать рукопись и убегает от бандитов. Он вспоминает о своем русском друге Федоре и просит его о помощи. Тот прячет мастера в деревне и звонит в милицию, чтобы сдать нечаянно украденную рукопись. Но звонок перехватывают бандиты. Они заставляют Федора с Лиданю показать, где спрятана рукопись. По дороге Лиданю устраивает автокатастрофу, и друзья уходят от погони. Они сдают рукопись в милицию, и тут выясняется невероятное – рукопись оказалась поддельная. Лиданю отправляют в тюрьму, а безутешный Федор возвращается в деревню. Чтобы выйти на след бандитов, милиционеры решают инсценировать побег из тюрьмы Лиданю и его брата Лиху. Лиданю встречается с Федором, но друзья не знают, что в часы китайского мастера вмонтирован маячок, который позволяет бандитам знать обо всех его передвижениях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Девчонки 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 Ну, пойдём. А что, пойдём посмотрим? Я сама ни разу не видела. Вот сейчас увидишь. Посмотрите. А вот это очень красиво. А? Да. Да. Чего-то я не понимаю. Лапланских летних льдов недальняя граница. Хлот Ладоги глубок, и ладен ход лади. Ладоня Ланда ждан, и в ладонке хранится. И ладен строй души, отверстый для любви. Вам не кажется, что эта картина очень похожа на эти стихи? Что-то не так? Есть разве где-то юг с его латунным блеском, брезгливо серебро к затратам золотым. и ночь. Римлянка влачит свой белоснежный пеплом. Латуни не нашлось, так сыщется латынь. Наталья Станиславовна, а вы не знаете, что такое пеплом? Я вот всю жизнь мучаюсь и не пойму. Это такая прозрачная туника, которую носили женщины в древнем Риме. А что, было очень интересно. Да. Интересно? Мне понравилось. Сюда. Пойдём сюда. Присаживайся. Здравствуйте. Ну, я, собственно, из деревни. Отца не застал, и его забили в пьяной драке ещё до моего рождения. Мать всё время болела. Так что хозяйство было на мне, и мне было не до учёбы. Однажды мы с дружком Борькой подрядились помогать шабашникам, которые должны были отремонтировать сельсовет. И вот нам надо было, значит, сдирать старые обои и слои газет. За разные годы. Так вот, и эти газеты как раз я и читал. И это вот и есть моё образование. А все остальные корочки, там звания, курс шмурсы. Я считаю, что мне безумно повезло. Потому что стены кабинета председателя сельсовета были оклеены литературной газетой. Так что у меня хороший литературный вкус. И вот стихотворение, которое вы цитировали, как раз оно было в номере литературной газеты за 13 марта 1975 года. Только я вот автора не знаю. Потому что Борька Тервец, он уголок газеты оторвал и пустил себе на самокрутку. Ахмадулина. Ахмадулина. Вот кто. Да. Лизка! А хочешь прокатиться на чёртовом колесе? А? Я вас оты боюсь. Не бойся, я с тобой. Значит так, мы сейчас с тобой делаем одно коротенькое дельце и потом на чёртово колесо, хорошо? Ой, милый, ну ты чёрту говоришь. Какое дело? Пошли. А хорошо, да? Ага. Лиданю и Юй, знакомьтесь. Очень приятно. Здравствуйте. Извините, что приходится вас тревожить. Юй твоя землячка, она из Шанхая. Очень рад, очень рад. Но я никогда не был в Шанхае. Ну ладно, я сейчас пойду перенесу приём товара на завтра. А вы тут пока присмотрите за прилавком. А мистер Конфу может даже поторговать за меня немножко. Уверяю, это не страшно. Ну всё, ладно, я пошла. Удачи вам в торговле. Давай, начинай торговлю. Вам себе карту надо поставить? Да нет, я сам потом поставлю. Пожалуйста, спасибо за покупку. Ну что там ещё? Ой, Саш, ты посмотри, какой он красивый. Нравится? Молодой человек, а можно нам вот точно такой же телефон? Да, конечно. Угу. Саш, ты мне? Ой, спасибо большое. Мне такие подарки в жизни никогда не дарили. Угу. У меня такое ощущение, что в твоей жизни всё только начинается. Почему? Поэтому давай начнём. Так думаешь, потому что я красивая? Потому что красивая и глупая. Ченушка, мечта? Дурак. Чтобы доказать обратное, сейчас слушай моё задание. Не буду. Я же не хочу доказать, что я некрасивая. А ты докажи, что ты умная. Угу. А как? Как? Значит так, ты заходишь в интернет, и там находишь адрес редакции этой газеты. Даш, Дашим объявление вот такого содержания. В газету? А что здесь написано? Здесь написано, что ищу картины, требующие реставрации. А ты неплохой реставратор. Да, я такой. Ну ладно, я попробую. Пока. Буду ждать. Молодой человек, вы не могли бы мне показать тот комплект? Ну я же вам показываю, который. Сколько стоит? Цена, цена. Я спрашиваю, сколько это стоит? Цена? Сколько это стоит? Я не знаю, что вы обозначаете таким смешным сочетанием звуков. Но китайенко на вашем месте обязательно бы поинтересовалась, сколько стоит это волшебной красоты белье. Сколько стоит? Может это вам что-то прояснит? Ах, да. Цена. Вау! Ха-ха! Ну ты молодец, поздравляю! Эй, палатка закрывается. Всё, всё, палатка закрывается. Юй, смотри, вы денег заработали, а? Еданю. Фёдор, вам нужно срочно уходить. Там пара бычков, явно по вашу душу. Давайте через подсовку. Ты идёшь, наверное? А у меня есть выбор, пошли. Пошли. В дорогу! В дорогу! Вон они! Встать! Куда? Назад! Вперёд! В дороге! Бежим, бежим, бежим! Давай, давай! Ветя, подожди! Туда! Туда! Лёха! Чёрт, зараза! Тусклый звонит. Да! Какого хрена? Вы чё, их упустили, что ли? Да здесь они, на рынке. Это китаянка вместе с китайцем. Так они уже к восточным воротам подбираются. Искать бегом, мухай! Вот народ, а! Ничего доверить нельзя! Болван ты тусклый! А чё это я болван? Потому что не выйдет тебе бригадиром! В людях ты не разбираешься! Сявки твои! Ещё раз облажаются, спрос тебя будет! Вали! Стол! Почему мы с тобой прячемся ото всех? Да потому что люди, которым ты нужен, могли устроить здесь засаду. Понимаешь? Я думаю, они обложили весь рынок. Сволочи! И то, что мы отравились от двух отморозков, ещё не значит, что на этом наши приключения закончились. Мальчики, у меня есть предложение. Сейчас я пойду к воротам одна. Как только я окажусь за ними, сразу же идёт следующий. Например, например, ты, Фёдор. А уж затем, наш уважаемый мастер. Всё очень просто, не правда ли? Это проще, не правда ли? Это проще, не правда ли? Ш-ш-ш! Слушайся меня. Ладно. Только осторожно. Юй! Осторожно. Слушай, как они нас нашли? Нас, заметь, они ещё не нашли. Ну чё, а? Ты чё это от нас убегаешь, а? Я не знаю, кто вы. А если будете на меня наезжать, я пожалуюсь кому следует. Кому? Ментам, что ли? Ты? Могу не только им. Ну, например, например, Серому. К какому Серому? Слышь, мы только от него, э. Что-то незаметно. Товарищ-то твой, видно, не в курсе. Слышь, я, может, чё не знаю, а? Мне вообще мало знать по ложе. Я тебя спрашиваю одно, где? Поняться мне, сука? Ну всё, я пошёл. Фёдор! Э, слышь, смотри, кого мы искали. Ты чё дерёшься, а? Да это не я, она сама. В смысле сама? Ты чё охренел, что ли? Скорее. Мне нужна газета об искусстве на английском. Минуточку. Пожалуйста. Сдачи не надо. Спасибо. Жду желающих отреставрировать картины каждый вечер в 8.30 у фонтана. Ну вот, мы и дома. Проходи. Ну вот, мастер Ли, прошу вас, заходите, присаживайтесь. Здесь вам будет удобно. Спасибо. Чувствуете себя как дома. Спасибо. Вот пульт от телевизора. Между прочим, у меня спутниковая антенна, так что есть возможность посмотреть родное китайское телевидение. Я всегда смотрю шанхайские каналы. Садись. Ага. Спасибо вам большое. Да. Да. Мне нужно очень женствое путь. Я не могуpauseУ. Ты утиху! Ихух! Итак, ваш ещё похож мой. А скажите, вы ведь давно не ели родные блюда? Я могу сходить в магазин, купить что-нибудь и специально для вас приготовить. Это не опасно? Так я пробовал кухню, это вкусно и без последствий. Я в смысле, на улицу выходить не опасно? Да ладно вам, мастер Ли, опасно. А на рынке те молодцы, как они нас вычислили? О, а это было просто совпадение. Я так не думаю. В общем, решайте сами, я свое мнение сказал. Правда, учитель, ну как они нас здесь вычислят-то? Не называй меня учитель, мы же договорились. Ну ладно, мальчики, я тогда пойду, а вы ждите. Хорошо. А где туалет? А, да вот тут. Тогда я пошел. Ага. Слушаю тебя, брат. Ты где? Я нахожусь у подруги моего друга. У кого? Ее зовут Еюй, она из Шанхая. Человек проверенный. А откуда она взялась? Я не знаю этого. Давай-ка мне ее адрес. Я отправлю туда группу. Не беспокойся, здесь очень тихо. Основную стадию нашей операции начнут с завтрашнего дня. Ты говоришь-ка, крутой агент. Какой адрес? Тебе нужна поддержка. Хорошо, записывай. Лена, она в руках у царя. И я ее не смогу освободить без рукописи, понимаешь? Я был сегодня в музее и смотрел входы-выходы. Одному мне не справиться. Лихо, слава богу, ты вернулся. Да нет, брат. Нам с тобой не нужен этот музей. В музее нет рукописи. В музее подделка. Подделка? Нет, не может быть. Я об этом, Баян, точно знаю. Об этом легавые переговаривались, а я услышал. Услышал и ушел от них. А я дурак. Вот дурак. Я голову ломаю, как мне эту рукопись выкрасть. Хорошо. Хорошо, что ты мне это сказал. Что ты задумал? Ну, подробности я тебе потом расскажу. Главное, что мы знаем, что рукопись у француза. Так уже легче. Ты что-то знаешь? А давай-ка я тебе завтра все это расскажу. Первым я китайца заметил. Заметил и говорю этому баламуту. Ты что гонишь-то это? Я первым увидел китайца. Он еще за лотками с лифчиками прятался. Ну, а ты увидел Толстомордова. Ну, хорошо, ты первый увидел. А я говорю, надо этому. Тусклому звонить, говорю. А сам метнулся, дорогу им перекрывать. А там бабу возле лотков. Исподнюю скупают, аж в глазах рябит. Да ты что гонишь? Я первый позвонил Тусклому без твоих вонючих подсказок. Я дел-то свое знаю. А там потом это, прибежала, ну, как ее? Ну, карифанка этого, Толстомордова. Ну, они вместе снюхались. Ну, и, видать, подались бега. Петь я не могу. Я не могу смотреть на этих клоунов, а? Ну, скажи, зачем тебе вот это надо, а? Боря, я сказки на ночь люблю. Продолжайте. Китаянку тут еще на выходе заприметили. Потом базар был чоково. Потом это, Толстомордов хилять начал. Что было потом? А потом этот баклан, зараза, по лицу мне заехал. Сюда вот. Ну, я, конечно, ответил ему потом. Ну, я это, ну, не хотел. Зуб даю. Меня просто этот китайец, типа, ну, как его, загипнотизировал. Во. Просекаешь, Боря? Загипнотизировал. Это тебе не какой-нибудь фокус с исчезновением. Это настоящая психологическая атака. Вот такой он наш китаец. Этот человек по имени Лид-Даню. Ну, да. А потом там ее и забыли. А, ну, привет, красавчик. Ну, что ж, желаю провести. Приятный вечер. Нет, не надо. В чем дело? Ты сам хочешь меня раздеть? Почему нет? Можешь, если хочешь. Мне надо в туалет. Давай, только быстрее. Давай. Ох. Слышь, а если он там до утра пробудет? Вот и будешь сидеть здесь до утра, или у тебя другие предложения есть, тусклый? Ну хотя бы пожрать, чаю, кофе, покрепче. Куда тебе жрать ты ещё? И так за троих метелишь, куда чудевается? Ну ясное дело, куда? Сюда! И я о том же. О, а вот и менты. Да ладно, может какой фраерок с подругой зависает? Фраерок-то какой и зависает. А ну-ка сходи попроси, может у них что-то пожрать осталось. Ты куда? Я хочу оглядеться. А вдруг бандиты тоже где-нибудь здесь сосели? Ну может они сидят вон в той машине. Может бандиты или целуется юная девушка со своим пареньком? Ну, нашли то же время и место. Придётся потревожить. Адас! Ты чё? А? Чурхан, валим отсюда нафиг! Попалят нас в натуре! Палят торчков у барыг. А нас с тобой можно только вычислить. Да и то не сейчас. Пристыкнись. Номера запомнила? Ясно. Так, мальчики, это бельё. Спать здесь ложитесь. Решайте, кто из вас где ляжет. Кто на полу, кто на диване. А мне завтра рано на работу. Товар принимать. Если помочь надо, ты скажи, я помогу. Огромное спасибо. Ты уже помог раз. До сих пор идут клиентки и спрашивают меня, так, а где тут продавец, что размер лифчика определял на крепкую мужскую ощупь? Да что ты такое говоришь-то? Ей-богу! Да не было этого! Не было! Вот вы женщины тоже молодцы! Одна дура какая-то что-то придумала! Вы как сороке всё разнесли! Лёх! Вот тебе крест не было, ну! А чё ты в самом деле? Да ладно тебе оправдываться. Было или нет, всё наше. Спасибо. Какие гарантии, что Лиданё опять будет работать на тебя? Боря, Лида не будет с нами работать, я тебе обещаю. В каждом человеке есть слабые и сильные стороны, а я как раз специалист по слабостям. Дай Бог! Дай Бог! Господи! Алло, Варь? Привет! Это я, Федя. У меня всё нормально. Ой, Феденька! Ты хоть где? Я же и свелась вся уже! Да, тут я в одном месте. Лёха, брат, привет тебе передаёт. Подожди, а в каком месте ты мне хоть можешь сказать? Ну, в одном месте, в гостинице мы. Я тебе завтра всё объясню. Подожди, ты что в душе, что ли? У тебя там вода льётся. Варь! Ну, какой душ? Ну, что ты говоришь? Это просто дождь. Да, дождь за окном, у меня окно открыто. Вот и льётся. Подожди, у тебя там какие-то женские голоса. Кто-то поёт у тебя там. Да я... Никто там не поёт. Что ты придумываешь? Это... Ну, радио просто. Какое радио? Перестань мне врать. Радио дождя у него там. Да я знаю, он там с бабами наверняка. Врётся ты мне всё. А ну-ка дай-ка мне врат Лёху. Ну-ка дай мне его к телефону. Я вас сейчас выведу на чистую воду. Варвара, я не могу больше с тобой говорить. У меня батарейка садится. Я тебе завтра всё объясню. Завтра перезвоню. Да ты можешь вообще мне больше не звонить. Варя! Что такое? Всё хорошо. Я тоже хорошо. Да я тоже передuggал. Так и сguy Ach,"чанки". Как номер-ни так не... Как номер-ни так burnout... Так а то... Пребывали... Ну, пап, погана gragil лёху.... Ну, наши картина не знали. Чертать-десятsă! Не memrimentи гали Alsам ни trauma кintい, а бем� Hendorsки выгнали! Да нет. Чего ты взяла? Заслужил. Почему? Не знаю. Ладно, извини. Иди спать. Шеф, мне кажется, менты в курсе. Ну, что еще? Значит так, сидим мы, пасем этого китайца. Ну, у нас там на нем маячок и все дела. Тут бац, подкатывает тачка. А там менты. Менты? Ну, точно мы сказать не можем. Сначала подъехала эта машина, а потом патрульная. Мы свалили. То есть наш клиент уже не под наблюдением? А где он сейчас? Да где и час назад был. Вот. О, все как на ладони. Я думаю, что он там до утра пробудет. Слушайте. А может быть, походу, наш китаец с ментами хороводится, а? А? Что думаешь, Шерхан? Может? Не может. Малява пришла. К ходу я отписал, что эти два китайца порядочные сидельцы. Жили по понятиям и свалили по-честному. Значит так. Сейчас надо выяснить, кто такая китаянка, с которой они сбежали с рынка, и у которой, по всей вероятности, они и прячутся. Потом подумаем. Ага. Смените номера, идите обратно. Ага. Все ясно. Ну, мы пошли. Идите. Ну, видишь, Борик, все под контролем. Леха, ты не спишь? Не сплю. Я тоже не сплю. Ты о чем думаешь? Ты о том, что очень дорого человеку обходится его гордыня. Я никогда не думал, что жизнь моя сложится так. Это не про меня. Все как во сне. Ну, как я мог? Такой умный. Такой сильный. Положительный мужчина. Как какой-то идиот попасться на удочку этих аферистов. Совершить эту глупую кражу. Попасть в русскую тюрьму. И умудриться оттуда сбежать. И вот сейчас мой учитель Хай Юнь дома, в Уданшане. А я лежу здесь. На полу в Строгино. Федор, брат, а ты о чем думаешь? Слушай, я думаю, почему честному человеку так трудно живется на этом свете? Ведь никто, никто не верит. Ну что, поймем? Давайте выпьем. Салют. Да. Давайте смотрим. А почему нет? Давайте. Иди сюда, брат. Все вот здесь вот. Встань. Ну давай быстрее. Обнимемся, друзья. Приготовимся. Сейчас должна вылететь. Так. Птичка. Не качайся. Да ты ничего не умеешь. Дай я. Сейчас, сейчас. Дай сюда. Дай, дай, дай ровней. Дай, 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 дай. И сказал Иисус, вы казните согрешившего, но сами грешите вас сто крат больше. Истинно говорю вам, даже незнание святых заповедей не освобождает от наказания. Там, на небесах. Эй, поцелуй меня сюда. Именно разум должен подсказать тебе, что вот эта более чем нескромная сумма поможет возместить не только стоимость похищенной булки, но и компенсирует моральный ущерб. Деньги давай, мне сказали, проваливай. Ну-ка, трогай. Ну-ка, трогай. Ну-ка, трогай. Ну как ты? Так, а вот теперь пора. Кольца, бабки. Ты уверен? Прям Джеки-чан. Ты почему не оборонялся, когда тебя били? Я украл. Виноват. Били за делом. Ну так могли же убить. Я боялся, что сам кого-нибудь убью. И откуда ты такой взялся? Из Китая. Думал, приеду, найду работу. Но оказалось, что все места заняты, я никому не нужен. А что ты умеешь делать? Я мастер кунг-фу. Ты умеешь драться? Нет, не только. Ух ты, да ты просто, ты волшебник какой-то. Твои умения да в хорошие руки. Садись, 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 садись. Слушай, а ты, ты один здесь во Франции, у тебя родственники есть? У меня в Китае остались учители и два брата. Так мы можем тебя взять, можем тебя взять в наше братство. Останешься с нами? А что у вас за братство? Знаешь, в одном философском трактате сказано, мы не воруем настоящее, не воруем будущее. Мы воруем прошлое. Мы помогаем хранилищам прекрасным освобождаться от дорогостоящих свидетельств. Давно минувших времен. Вы что, музейные воры? Ты догадлив? Мой мастер кунг-фу. Только мы не воры. Мы, как бы это сказать... Мы, мы Робин Гуды. Правильно, Елена. Мы Робин Гуды от искусства. Но иногда, понимаешь, полезно встряхнуть какого-нибудь олигарха. Ну что, останешься с нами? Да, остаюсь. Знаешь, Мэн Зи сказал, что дружба — это когда не обманывают и не предают. Будешь моим братом? Конечно. Дружба — это когда не врут и не предают. А arrived! ЗВУКОППА Это когда встречалась, Ребют и ИНТРИВУКО ИНТРИВУКО АБЛИЗИ ИНТРИВУКО АБЛИЗА Пятьдесят рублей. Он заплатит. Борис Натанович, вы в курсе, который час? Конечно, в курсе. Извини. Утром, может быть, уже поздно. Что случилось, говорите? Все дело в китайце. В каком китайце? А в том самом, который похитил рукопись. И что? Так вот, он сбежал из тюрьмы. Я знаю. Во что беспокоит, говорите? Меня беспокоит то, что он на крючке у царя. Они знают о всех его передвижениях. Они наблюдают за ним. У него там какой-то маячок. Так и что? А то, что утром они его поймают, они заставят его опять украсть рукопись. И ты, дорогой, никогда больше в жизни не увидишь своей Елены. Пока я на твоей стороне. Я очень надеюсь, что именно наше сотрудничество будет плодотворным. Да, я вас понимаю. Знаете что, Борис Натанович, утро вечера мудренее, ложитесь спать. Все будет нормально. Угу. А где мой друг? Не знаю, пока он в туалете был, я заснула. Ушел, наверное. Ну-ка, ну-ка. Мой партнер готовится к краже рукописей из музея. И я ему помогу в этом. Я обещал. Если ты пойдешь на это, мы тебе ничем не сможем помочь. Ты автоматически становишься преступником. А я кто по-вашему? Честный благородный гражданин Китая? А тогда зачем побег? Ты должен максимально оттягивать момент кражи. Или ты забыл, что ты работаешь на нас? Ошибаешься. Я никогда ни на кого не работал. Я просто хочу очиститься от этой скверны. Однажды я уже приступил закон, и за это мне расплачиваться долго. Ну, а еще время у меня есть. И я могу себе позволить это напоследок. Я запрещаю тебе делать это. Ты можешь мне это пообещать? Мир так обманчив. Нам не дано узнать, что ждет нас даже за углом вот этого дома. Так что на все, как у вас говорится, воля Всевышнего. Ты только взгляни на это дивное небо. Сейчас там темнота и смерть. Но когда солнце взойдет, оно живет и будет радовать нас своим голубым цветом. А сейчас там звезды. Ты их видишь? Слушай, что-то мне голову морочишь. И где ты был? Я гулял. И все? Слушай, друг. Я от голода проснулся и решил пойти перекусить. Что ж ты меня с собой не взял? Я тоже проголодался. Я не хотел тебе мешать. Баян, что случилось? Ты меня подозреваешь? Своего друга? Ты мой друг забыл. Забыл, что дружба это когда не предают. Понимаешь? А я и не предаю. Никогда? Никогда. У нас проблема. Я начну трогу пись. Если мы не ускоримся, все это потеряет всякий смысл. И что же такого произошло? Ну, не будем сейчас об этом. Выспаться тебе надо. Сейчас. В своей кровати. Давай. А где девчонка? Ее нет? Ушла. Обиделась на тебя, что ты все время там в ванной моешься. Давай. Субтитры создавал DimaTorzok